Для меня важно, я хотел бы, чтобы нам, жителям этой страны, так я и назвал, понять понять, ибо столько накопилось разного рода, назовем ли так, интерпретаций, касающихся наших ближайших соседей, что если их всех сопоставить, то нужно подумать, что, конечно, это о разных странах и разных нациях, и если речь идет, я имею в виду, казалось бы, в одной и той же стране, государстве, нации, а, собственно говоря, если вы возьмете учебники нашей истории, я имею в виду школьные учебники, почему я когда-то, еще в сопливом возрасте, интересуясь историей, забегая вперед и много читая истории своей родины, я пришел к поводу, ну нет, в будущем я не выберу профессию истории, потому что даже сопоставляя учебники истории для средних школ советского периода, когда я начинал учиться, я видел, сколько часто было прямо противоположные суждения об одном и том же, казалось бы, как до сих пор помню, я всегда забегал вперед, и как-то я взял своего старшего приятеля, соседа, учебник истории, меня интересовала проблема Кавказа, Кавказских войн, я вижу на всю страницу портрет Шамиля, национальный герой сражался за независимость своего народа, вот я получаю в следующий год спустя учебник истории, где национальный изменник, продажный, служил турком и так далее, и так далее, прямо противоположно, это просто один из примеров наших учебников. Существует такая поговорка среди историков, не наших, что Господь Бог не может изменить историю, но историю могут изменить только историки. Накладываться на это, конечно же, идеология, она постоянно меняется, как меняются правящие партии, правители, меняются целые системы, мое поколение на моих глазах, вдруг исчезла моя родина, Советский Союз, и отсюда меняется интерпретация. Есть историки, ученые, речь идет не только историк, в данном случае, которые стараются быть вне. Не всегда это удается, в силу внешних обстоятельств, в силу внешнего давления. Иногда всегда существует выход для ученых, занимается теми проблемами, куда те, которые хотят историю переиначить в связи с текущим моментом, не вторгаются, кажется им это неактуально, особенно древность. Вот в советские времена литературоведы, историки, оккультурологи, которые не могли писать, исследовать так, как им диктуют обстоятельства, меняющиеся обстоятельства, повторяю. Особенность не позволяла сегодня писать одно, а завтра другое, об одном и том же. Походили в древность, занимались древностью, древность нас спасала. Вот, ну и, слава Богу, я быватель из тех, кто тоже спасался в древности, но идеология так наступала, 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 старалась заниматься в XVII веке, потом с XVIII эпоха просвещения, европейского просвещения, Польши, благодательнейшим материалом. Собственно говоря, и Россия, вторая половина XVIII века, это же период, с точки зрения политических доктрин, развития литературы, мышления о своей стране, о себе. Ушел XVII век, эпоха барокко, интереснейшая с точки зрения истории, искусства. ушел потом в возрождение в Польшу, кстати, это единственная славянская страна, которая прошла все этапы, вот, перехожу в Польшу, характерные для эталона западных стран, я имею в виду Англию, Кранцию, Германию, в Италии, то есть прошла все этапы. Средневековье, возрождение, барокко, просвещение и так далее, чего у них не было, в отличие, скажем, от других западных стран, за исключением Италии, не было своей античности. Так вот, когда я дошел уже до Средневековья, я подумал, Господи Боже мой, а что дальше? Как жалко, что поляки, вообще славяне, я занимался не только поляками, но поляками, как жалко, что они не древние греки или не евреи, нет античности у них, нет древности, чем я буду заниматься дальше? Ну и тут, большой подарок Господа Бога, кончился вот этот этап, когда власть диктовала, как и что нужно писать, и после 91-го года, наука, я имею в виду гуманитарную науку, как бы она сбросила вот те обязательные оковы, которые накладывались. И теперь только от совести ученого зависит, как и что он будет писать. Отсюда вы, интересующиеся гуманитарными науками, видите, как по-разному высказываются наши ученые, я имею в виду и, прежде всего, историка, культуролога, казалось бы, на одну и ту же тему. Ну, а я просто поблагодарил прошлое, потому что теперь я, уходя от одной эпохи к другой, ну, как бы обогател свой материал знаниями самых разных эпох. И теперь занимаюсь от древности до современности, как ли. Определем проблемами, традицией, преемственность в истории отдельных народов, в том числе и России, потому что, чтобы понять другую страну, особенно славян, особенно наших соседей, чтобы их понять. Нужно знать и себя, то есть с Россией, как или часть, остальную часть. И поэтому, пока, в настоящее время все зависит от воли совести ученого. Поэтому, то, что я вам постараюсь передать, это, во-первых, не что, где, когда, а центральная проблема. Понять поляка. То есть, независимо от наших чувств, нашей истории, наших комплексов, каждая нация имеет свои комплексы, свои представления, свои стереотипы, понять независимо от нас самих, кто они, что они, как таковые, вне наших стереотипов. Понять по мере возможности. я не хотел бы теперь, исходя из времени, обращаться к тем материалам, к тем эпохам, о которых я говорил до этого, и постараюсь перейти непосредственно к теме слабо побежденных, Геоля Виктис, которая заявлена в программе, но и даже говоря о побежденных, тем не менее, я, естественно, буду касаться прошлого пола дневодия. Но я хотел бы, чтобы вы, мои слушатели, задавали мне вопросы, если будет что-то непонятно, если что-то будет, несовместимы вопросы с вашими собственными представлениями о том, что вы знаете, о том, что вы прочитали, из других работ. Почему я это говорю? Иногда, ну, не все слушатели, может быть, решаются, я не знаю, задать мне вопрос. И отсюда остается недопонимание у них, мое незнание, что они думают так, что я им не мог довести некие представления, которые сложились у меня, как у исследователей. Ну, конкретный пример. Я возвращаюсь после очередной лекции с одним из слушателей мы вместе идем к метро, только мы вышли из этого здания, буквально по касателям. Чуть не касаясь нас, пробегает молодая женщина и чуть-то не криком поляки предали нас и дальше побежала. То есть даже не желая выслушать, а что я на это скажу, тоже возмущусь, тоже говорит, мне накипело и побежала. Между прочим, то, что она сказала, это довольно типичная реакция. Если рассуждать логично, реакция в русской среде, а что поляки, это Воронежская область или Красноярский край, как они могли нас предать? Это другая страна, так, с другой историей, со своей культурой, со своими традициями и со своими государственными интересами, государственными национальными интересами, как у каждой нации, у каждого государства. Вопрос, как они могли нас предать? Если бы возник вопрос у поляков, если бы поляк какой-нибудь сказал, а Россия предала нас, мы повертели бы голову. Россия это Россия, Польша это Польша. Поэтому, ну, представьте себе, в сущности, мы соседи, мы соседи по цивилизации, мы все являемся составляющими христианской цивилизации. Отсюда у нас общее представление, независимо от того, православным или католики, или протестанты, существует Евангелие, я уже не говорю, в Ветхом Завете. То есть, там общие ценности, доколог, значит, 10 заповедей, они общие для всех государств, для всех, всей христианской Европы. Вот то, что нас объединяет и дает нам возможность легче понять друг друга. Непонимание. Непонимание возникает при вот таком противостоянии, когда мы забываем, мы, я имею в виду христиан, не только православные, это и внеправославная вера, но вспомним это послание апостола Павла, как нет эллинов, нет иудеев, нет мужчин, нет женщин, мы все едино в гости, мы все едины. Если называете себя христианами, ну, так читайте Евангелие, так что, либо вы следуете христианским заповедям, либо вы не христиане, а только называете себя христианами. Вот это проблема понимать другого, которая противостоит даже в рамках одной цивилизации, в данном случае, в рамках христианства. И, ну, представьте себе, обращаясь опять к этому, к этой реакции вот этой женщины, повторяю, очень типичная реакция. Ну, вы представляете, что мы соседи, мы географические соседи, географию невозможно изменить, так, мы всегда будем соседями. Отсюда мы должны стараться понять друг друга и считаться с друг другом. Вы представляете, если ваш сосед в многоквартирном доме вдруг заявит, какие же вы дикие, открывают двери у вас всюду, ковры, хрустальные люстры, а у меня вот простой пол, у вас кошка, у меня собака, вот собака это действительно друг человека, а потом, какая у вас жена, какая чернявая, может быть, грузинка, может еще чего хуже, украинка, а то еще евреечка. Вот у меня типичная славянка, женщина как же, вы представляете такую реакцию? Я несколько утрирую, но ведь это же проявляется, почему в соседней квартире человек имеет другие привычки, другие представления о моде, другой тип любимой женщины, и это вызывает возмещение. то, что хорошо для тебя, не обязательно должно быть хорошим для другого, ты просто считайся, живи в своей квартире так, как тебе хочется, но не мешай жить другим в своей квартире, так, как ему хочется. Вот это апропо относительно вот этого, что русские, поляки предали русских. как могли предать. Теперь, на протяжении длительной истории, вот именно это, противостоящие сущности христианства, сущности нашей общей цивилизации, государственные интересы, они естественные, они должны быть, национальные интересы, Европа разделялась, дифференцировалась, разделяется теперь, вспомним судьбу нашей бывшей родины, Советского Союза, как он разделился, и какой он разный теперь, вернее, это пространство разное. Но, при этом, чтобы сохранить нормальные отношения, нужно понимать другого, и не требовать от него верноподданничества, не требовать от него служения, кончился Советский Союз, не получилось, теперь вы строите свои государства, мы строим свое государство, следовательно, нужно понять другому, отсюда вот это мое, понять, поляк, отсюда понять наших ближайших соседей, кстати, соседей игославянцев, все-таки близкие народы, и поняв преодолеть некоторые исторически обусловленные проблемы, а именно, если речь о Польше, в конце XVIII века она была ликвидирована, государственность, государственность древнейшая, среди славян, я уже сказал, у них длительная история, которую можно сопоставить с историей ведущих, за исключением Италии, ведущих стран Запада, ликвидировали государства втроем, три соседние монархи, Австрия, Пруссия и Россия, ликвидировали не соседние государства, Польшу под таковую республику, это была шляхетская республика, дворянская республика, то есть она, как выражалось кто-то во время Екатерины II, французская зараза, то есть эта демократия сословная шляхетская, первоначальная шляхетская, она являла собой угрозу для абсолютных монархи, поэтому решали створять проблем, точные проблем социальных, проблем угрозы собственного государственного самого состояния и естественно же потеряв свою государственность поляки, имеющие такую высокую культуру, древнюю культуру, а к примеру польские рыцари дворянства шляхта были частью рыцарства западноевропейского, принимали участие в крестовых походах. Коперник, это мы знаем по школьным учебникам хотя бы, но Коперник был не единственным ученым, польским ученым, который снесал европейскую известность. В 14 веке у поляков, извините, в 15 веке у поляков был же университет, первый в славянском мире, Караковский университет. Между прочим, в живописи Рембрандт написал картину «Польский всадник». Польский Рембрандт, великий художник, отображение, знание поляков, интерес к полякам к древности. Далее я не буду рассказывать, это была часть западноевропейской истории, причем не задворки, причем не задворки западноевропейской истории. И вот эта страна с большой культурой, с европейской образованной средой, высокой средой, я говорю в данном случае естественно о барианстве и аристократии, она была низведена до уровня провинции. Мало того, вначале все помним восстание Костюшко. О чем было это, извините, о восстании, почему восстание было не только шляхетским. Восстали наряду шляхты, это впервые, я не говорю о шляхетских бунтах, они были в России, они были всюду. Восстали крестьяне как часть армии, национальная гвардия. И, что еще интересно, среди них были также восстали евреи, это значительная часть народонаселения Польши, это были евреи, два коллеги соединения евреи. Далее, не забываем, что Польша речь посполитая. Я не знаю, вам в школах объясняли, что такое речь посполитая, мне нет. Я долгое время не знал, кто речь, кто держит речь, почему речь посполитая. Не объясняли, нет? Республика, вообще-то. Знаем, знаем. Это республика. Это республика, это хальтос латины, а почему латины? Вот опять это общность, потому что образование, как на Западе, шло на латинском языке, отсюда республика, по-польски, жерч посполитая. так? И эта жерч посполитая, эта республика, она объединяла территории Литвы, Украины, Белоруссии, отсюда евреи, отсюда немцы, значительная часть немцев, которые стали проникать со времен Средневековья, составляли часть городского населения. То есть это было многонациональное государство. И что интересно, начинается вот этот процесс, только начинается с конца XVIII века образование понятия не этнической, а государственной нации, то, что мы называем государственной нацией или политической нацией. Отсюда участие в войне национальной освободительной войне по руководцам Костюшки, мы говорим польское восстание, но это было восстание, в котором принимали участие жители этих разных народов речи посполитой. И в дальнейшем вплоть до того периода, о котором мы говорим, все польские восстания Польша, 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 мы говорим, но это были восстания также народов, которые входили в состав речи посполитой и в той или иной степени сохраняли это понятие общности, некой общности. Прежде всего, естественно, это касалось высших варств, то есть дворянства. Дворянство независимо от национальной правоблежности имело общие права, поэтому не имело значения, кто ты по происхождению и что самое главное было в те времена по вероисповеданию православный или ты или католик или ветеранин для отношения к шлахетскому сословию. Отсюда еще возникали вот эти различия в менталитете у нас и поляк, у нас другая система правления, то есть абсолютная монархия, там республики. Многие слова и понятия проникали начиная с 16-го, особенно 17-го в России через Польшу. Отсюда даже в словах мы видим вот то непонимание, отторжение, например, панибратство. До сих пор у нас существует это слово пан и брат. Ясно, что это пришло оттуда, из Польши, и ясно, что у нас это до сих пор отрицательный характер, певеративный, пренебрежительный. Польша прямо противоположна. Шляхтич, повторяю, независимо от этнического происхождения и от вероисповедания и от материального состояния. Он пан и брат. Абсолютно равные отношения. Отсюда панибратство. Пан и брат. Избираемость королей. Шляхта выбирала королей. Отсюда пренебрежение русских. Какое же это государство, какой же это народ. если они выбирают королей, значит король им подчиняется. Они руководят. Они царь-король руководят. А было именно так. А было именно так. Существовал целый ряд договоров, в соответствии с которым король должен был считаться с мнением Шляхта. Был двухпалатный парламент. С конца 16 века он уже сформировался. Сейм и сенат. И король играл почти такую же роль, как нынешний король королева в Великобритании. Еще одна особенность, которая тоже непонимания и таит в себе вот это отрицательное отношение к полякам. Гонор. У нас до сих пор это естественно отрицательное отношение отрицательное значение имеет это слово по полякам. Наоборот, гонор с латинского языка это честь, чувство чести. и отсюда особая роль вот этого гонора, чести, честолюбия в том, что мы называем польской национальной ментальности. У меня на эту тему был доклад, поэтому я, к сожалению, могу основываться на этом, но опять апропо непонимания. Я на том докладе, когда я говорил о чести, процитировал выступление последнего министра иностранных дел независимой Польши в 1939 год накануне нападения Гитлера Гитлеровской Германии умерла от чести. Они получили ультиматум фактически польское министерство иностранных дел, где вопреки дипломатическим обучиям были требования там Данского коридора и так далее и так далее именно требования господин требует отслуги и доклад, то есть выступление Юзефа Бека нужно цитировать каждый фрагмент там не было протеста честь 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 от нас требует соответствующим образом реагировать каждый фрагмент как стихотворение честь и честь они ответили это была первая страна которая стала на пути Германии первого сентября тридцать девятого года чувство чести и опять-таки непонимание а это особая национальная черта поляков ну опять-таки когда я говорю национальной черта про всех после одного из моих докладов как раз об этом подходит ко мне интеллигентный молодой человек после доклада разговор наедине вот вы говорили о чести о чести поляков а я читал я не знаю эту работу ведь он специально интересовался войной второй мировой войной как на каком-то конкретном участке фронта анализ был как немцы разбили поляков неожиданное нападение те бежали бросил все ну вот какая же тут честь ну как ему объяснить что когда честь это же не касается во-первых всей нации в каждой нации существуют преступники проститутки тюрьмы и все что угодно мы говорим о некой некой превалирующей особенности которая в той и иной степени влияет на представление яполя на национальном представлении это не значит что каждый любой является носителем а черты нации и отсюда когда я буду тоже говорить в дальнейшем не нужно это расписать на каждого индивидуального поляка я кстати советую прочесть два года назад вышла книга русские писатели публицисты о русском народе массовый тираж сколько мы там найдем нелицеприятных суждений о своей нации в то же время мы знаем сколько доброй мы можем сказать просто в каждой нации есть и то и это вспомним кстати наших фасиков люди холопского звания сущие псы иногда чем тяжелее наказание тем умилее господа а превалирующие части русского народа христианство а лермонтов как прощался с Россией вспомнил прощание мы-то Россия страна рабов страна господ и вы мундиры голубые и ты послушный народ то есть в каждом народе есть и то и это и нужно дифференцированно относиться раз к каждой нации национальным чертам и понимать что нельзя все свести к одному знаменателю есть и то и то но есть нечто что превалирует особенно критически для нации глоба и вот переходим в славу побежден ну вот я не знаю историю другого народа современного народа европейского во всяком случае который славил бы побежденных славил бы себя побежденным и это относится как раз к проигранным разбитым с залитами крови восстанию порядка 1863 года и тут мы возвращаемся к проблеме вот эта история сложившийся народ чувство чести чувство собственного достоинства и отношения к этому народу лишенному собственной государственности тех правителей и той системы государственной в которой эти поляки оказались восстание Костюшка было отнюдь не последним я рассказывал целый чередей восстаний поляков 1963 год это было лишь очередное восстание но массово и кстати плохо подготовлен почему плохо подготовлен еще на Венском конгрессе 1815 года Россия обязалась соблюдать конституцию в той части польских земель которая дошла к России которая называлась королевство польское а русская история называлась царство польское центром Варшавы и русская система правления нарушала эти конституционные права права народа о котором я до сих пор говорил и который имел свои представления о верховной власти о короле о парламенте правах и это постоянно нарушалось отсюда эта череда восстаний отсюда это знаменитые восстания 1830 года кстати когда еще одно польят ли русский это не было антирусское восстание часто когда русофобия поляк именно тогда было под каким лозунгом они восстали за вашу и нашу свободу 1835 год за вашу и нашу свободу и Мицкевич который же тогда был в эмиграции в Париже писал как же гениально и настоящим цитируемый близкий текст должен был тот человек который эту вашу поставил перед нашим а к кому был обращен этот лозунг за вашу и нашу свободу царским войскам царским войскам которые подавляли восставших поляк на первых порах поведоносный этап восстания поляк освободили свою столицу Варшаву и опять апропол первая массовая манифестация в освобожденной столице униженных поляк а униженных до того стопля что апропол честно кстати оскорбляемые главнокомандующим армией польская армия она по конституции польское царство имело свою армию велик константин он правил сын павла он правил так же как его папаша правил в россии польские офицеры стрелялись они не могли вызвать константина на дуэль они ему присягали то есть опять-таки присяга стрелялись чувство чести и вот это лозунг за вашу мошу свободу первая массовая манифестация поляков в освобожденной Варшаве толпа которая несла пять гробов тридцатый год можете догадаться что почему здесь пять символических гробов пять казненных декабристов вот за вашу свободу пять казненных декабристов поляки выступили против того же самого царя против той же самой системе против которой выступали декабристы с которыми кстати они были связаны были тайные связи будущих польских повстанцев с поверженным декабристов после разгромленного восстания в 1731 году до 60-х годов до следующего восстания фактически было военное положение можете представить вот такой длительный период военное положение для царства польского со всеми прелестями военного положения и унижения национально унижения нации после смерти Николая первым помните Александр второй эпоха великих реформ для России и поляки ожидали что эти изменения коснутся их и когда Александр второй приехал в Польшу встретился с представителями польской общественности разговор естественно на французском языке когда поляки высказали ему пожелание что и нас наверное может быть коснуться те изменения которые происходят на Росказинском никаких иллюзий господа никаких иллюзий господа ну и после этого заново усилилось подпольное движение больше там возникли два главных направления подпольного движения так называемые красные условно говоря они назывались они были за и это длительная история начиная с Вастюшка кстати уравнивание в правах крестьян у нас все время до сих пор помнить даже это хлесткое такое как это Мухина кажется да шляхта и мы поляки до сих пор у нас вот эта шляхта а простые поляки простой народ свой наш близкий и так далее начиная с восстания Костюш это стремление дворянства польского дворянства дать полные права крестьянству и считать нацию я сказал что республика была сословная шляхетская дворянская республика и понятие народ понятие народ включить не только шляхту и горожан но и крестьян кстати польская особенность крестьяне сейчас у нас раскрепощение закрепощение крестьян что означает раскрепощение крестьян которое потом наступило в 63-м даме польской польской крестьяне были лично свободны в отличие от русских крестьян то есть они зависели они не имели земли поэтому их постройки их земля это все принадлежало помещим но лично они были свободны и не могли переходить кстати у нас до Юрьева дня помните нашу русскую историю переходить без Юрьева дня в любое время на другие земли к другому хозяину но при этом они естественно теряли все они теряли имущество проблема раскрепощения основывалась на том чтобы дать им землю по владению которое они обрабатывают причем разница между красными и белыми два в отношении крестьянской проблемы красные были за то чтобы государство выплатило за землю помните почему у нас начались сломнения в России воспользование крестьян и крестьян должны были выплачивать за красные были за то чтобы государство выплатило стоимость земли которая дала крестьянам помещик а белые были на такой же позиции как и в России чтобы все сами выплачивали но а то время что их объединяло это восстановление конституционных прав что означало конституционных то есть конституция королевства польского и царства польского как у нас в России что означало лишение этих прав я уже не говорю военное положение ведь военное положение продолжалось от 1830 года дальше перспектива это означало постепенно ликвидацию поляков их исторического самосознания их растопления как бы в общей системе русской государственности они были подданными русского государства во всем должны были стать во всем забывая о своей национальной принадлежности что не менее важно конфессии и прочее и прочее и прочее я уже не говорю об этих свободах о которых я говорил перед этим которые являются частью государственного польского государственного самосознания вот это объединяло красных и белых и не останавливаясь на деталях начинается массовая манифестация за вот это свое позвольте нам быть полякам а вы соблюдайте то что подписали в Вене в свое время а вы уважаете нас как другую нацию в рамках Российской империи речь не шла о выходе речь шла об автономии культурной автономии в рамках общего государства ну и и подавление расстрела солдата стреляли безоружных людей отсюда в ответ массовые манифестации проводы погибших на кладбище новое насилие дошло до того что солдаты вторгались в костелы во время богослужения ну можете себе представить что значит вторжение святым особенно в те времена но мы как бы уже люди другой культуры мы не можем это сердцем понять душой понять но еще сравнительно недавно что значит вторжение обесчищивание сущности святым это не могло не сказаться на накале настроения на движении и вот опять это не будем говорить однозначно о русофобии русское государство и русский народ русский понятие взаимосвязанное но особо государство и народ это язык это культура родная земля наши любимые березки государство власть власть она же меняется и мы знаем как часто менялась власть в нашей стране а часто и на наших глазах народ оставался народ вот это отчисление народа и государства она и ведет к тому что часто русофобия распространяется с государства на русских на народ что не совсем мягко выражаясь если будет время я об этом стал решить не совсем объективно не совсем исторично не совсем правдиво не говоря уже о том что вспомните герцена который выступил когда за свободу в полях вспомните некоторых русских офицеров которые переходили на сторону восставших вспомните что в это же восстание 1963 года началось 22 января 1963 года а вспомним чем было занято царское правительство в это время русское народничество что эти народники были русофобами которые шли в народ это опять-таки параллель среди народников было много поляков и после того как было раздавлено восстание сколько поляков мы встречаем знаем в нашей истории в русском антигосударственных движениях самых разных самых разных что русофобий проблемы государства проблемы политической системы и проблемы народа который может по-разному мыслить составные части народа и отсюда отсюда это восстание трудно однозначно назвать антицарским когда русская эмиграция особенная эмиграция которая была свободна она поддерживала это восстание так же как ее поддерживали народники еще один феномен этого восстания мы говорим о преемственности до начала восстания они создали подпольное государство это феномен в истории Европы это не было подпольное движение это было именно государство то есть свое правительство свое министерство своя полиция которая контролировала ситуацию собирала налоги а где действовало это подпольное правительство все время восстание в Варшаве под нам само власти и никто не будет еще один феномен откуда это за вашу нашу свободу вспомните всю эту весну народа поляки во главе восстания в Сицилии поляки во главе восстания в Германии и в соседней Австрии ну Бен это наверное его слово наше я не буду вас отягощать именами во главе венгерского восстания Ярослав Домбровский стал во главе Парижской коммуны а Ярослав Домбровский был первым руководителем вот этого подпольного государства но он был арестован ему удалось бежать уже потом в эмиграции он стал во главе этого восстания Парижской коммуны как началось восстание опять оно было в значительной степени спровоцировано властям в армии объявили набор в армии причем принудительно внеочередной насильстве если раньше основное население крестьяне была жеребьевка и по жеребию шли в армию отдельные представители крестьянской молодежи теперь этот набор был осознан предотвратить восстание все к этому шло что власти великолепно знали о настроениях о манифестациях и организации подпольной организации избрали теперь юноши в основном городских это представители интеллигенции рабочих дворянства разночинств те кто мог началась организованная передача с рук на руки бегство в лесах этим объясняется не недостаточно подготовиться в аршаве восстание должно начаться и в лесах уже заново как бы создавались отдельные группы партизанские отряды которые действовали разрозненно отсюда после 30-тысячной царской армии в начале 30-тысячной царской армии в какой-то 10-15-тысячной в общей сложности этих партизанских групп они стали партизанами они подготовились к нормальным военным действиям вот это получилось действие отдельных партизанских групп в общей сложности через восстание которое было окончательно раздавлено в 64-м году прошло прошло более 20 тысяч в общей сложности 38 тысяч было выслано в Сибирь после подавления в Сибирь тысячи это известны только русские документы тысячи которых тысяч известны около тысячи были повешены или расстрелы насколько было уничтожено вне вот этих документов потому что русская армия не брала в плен так что можно представить сколько существующие до сих пор открывают до сих пор стадии безымянных многих повстанцев тому время последним руководителем восстания был русский офицер который стал во главе восставших как кадровый офицер он пробовал организовывать восстания отдельные отряды но это было очень трудно они же были разрознены часто не имеющие связи между собой по военному борцу начинают взвод рота и далее и это дало определенный результат этой организации кстати вот это восстание откликнулось широким эхом в Европе ее поддерживали иностранные государства в частности Франция Италия Германия добровольцы добровольцы шли как раньше поляки вспоминал сражались во времена весны народов в разных государствах так тут это были итальянцы французы немцы чехи турки в меньшей степени и дальше даже далекие сербы они пробирались в Польшу участвовали наряду с поляками в этом сопротивлении последним эхом сопротивления это была осень 64 года когда был разбит последний отряд последний согласно имеющимся документам во время которого стоял Ксенс Бжуско Ксенс тоже был в 64 году расстрелил уничтожение духовных лиц считалось и считается до сих пор христианской цивилизацией одним из величайших грехов духовных уничтожать духовных независимо от конфессии ну было как было тем более что его расстреливают в связи с тем что он одновременно был руководителем христианского восстания и продолжение в 66 году было массовое так называемое забайкальское восстание я сказал сколько тысяч было выслано в Сибирь то в Сибири забайкальское восстание когда 600 с чем-то человек тоже было схвачено приговорено но это восстали уже сосланные каторжники был ли сломлен дух поляк вот это слава побежден высказываются разные мнения в том числе и в самой Польше это было последнее вот это восстание 19 века потери были колоссальные потом эти массовые высылки потом около трех тысяч чем-то связанных с восстанием помещиков были лишены своих владений и насильственно отправлены на поселение в Сибирь кстати интересный момент это был закон их земли имения передавались заслуженным русским заслуженным в борьбе с польским мятежом как это тогда называлось не восстание а польский мятеж так вот когда возникла независимая Польша в 1918 году на всем ее протяжении до 1939 года 1939 1932 ни одно из этих имений не было отобранным закон есть закон но они получили это по закону они оставались как прежние владельцы или прежние владельцы или владельцы к тому времени перепродали это кому-то другому но эти земли первоначальным владельцам а некоторые из них или их потомки дожили вернулись в Польше они уже этого не получали но это опроповод уважения к закону и стоило ли восставать стоило ли прорывать такое мнение я имею уже мнение позднейших учебных дискуссий стоило и тут трудно все свести и к одному к одному знаменателю ну во-первых существует порог через который человек имеющий чувство чести точно так же как народ имеющий чувство собственной гордости ну не может перейти то есть общество было доведено до такой степени унижения и насилия что не могло мне сопротивляться тут уже в определенной степени эмоции могли брать вверх над рацию над разом но это чувство чести настолько ли оно иррационально а может ли существовать нация и народ человек личность без чувства чести но это собирало второе как я уже говорил у нас постоянно и это длится до сих пор читая книжку Мухина не шляхта и мы начиная с его костюшки все польские восстания во главе потому что дворят естественно дворянство интеллигенция это мозг нации во все времена просвещенная часть общества является мыслящей частью этого общества и в определенной степени как бы руководит направляет использует и распространяет эти свои мнения свои представления по массам так вот во всех восстаниях центральная была проблема крестьянства о которой я говорил с самого начала этот национальный комитет подпольное государство первым его декретом было освобождение крестьян с землей кстати это общенациональный проблем а как удалось еще победить правительство не только благодаря армии конечно прежде всего армии это сила но в 64 году спустя год после восстания оно издает буквально копию копию решения копию я говорю в кавычках решения этого подпольного комитета подпольного государства мы Александр II освобождаем крестьян вместе с землей то что русские крестьяне получили и начинается отпадение крестьянства восставших крестьяне получили то благодаря чему они жили благодаря чему они были крестьян и вот этот миф существующий до сих пор не знаю в какой степени кстати вот эта знаменитая песня мы еще пионерами распевали о красной гвардии помнят польские паны помнят все атаманы конармейские наши дела не знаю вы помните эту песню или знаете эту песню а ведь армия это бежала красная армия бежала красная армия была наголову разбита поляк теперь об этом пишут наши историки слава богу и о Тухачевскому которые были это мы все хорошо знаменитые но почему потерпела поражение да потому что на защиту родину встали все поляки всех сословий сохранились даже документальные кадры очереди перед приемными пунктами сопляки ученики гимназисты люди всех сословий более того люди левых убеждений люди часто прокоммунистических убеждений ну вот к примеру может быть вы знаете в советское время он пересдавался и переводился Маскел Броневский Владислав Броневский талантливый поэт кстати человек левых убеждений который потом был в коммунистической Польше после 45-го года одним из ведущих поэтов он был в числе тех поляков которые сражались против расстановления и сражались за Родину независимо от того христианин ты рабочий интеллигент далее именно это уже правительство независимо больше 18-го года отменило то есть чтобы нам знать представление о народе отменило все титулы никаких графов никаких князей никаких маркизов равенство абсолютное равенство перед законами все и таким образом именно во время этого государства заканчивался такой длительный постепенный период формирования современной нации то есть нации объединяющие все со слухой и в связи с этим нужно ли это восстание вот это восстание дало крестьянам возможность почувствовать себя поляком потому что мы сражаемся с теми которые не хотят больше не хотят а важно католичество а это было точдественно потому что власть преследовала также и католическую церковь кстати часто абсолютно неоправданные непонятные движения то есть власть там осуществляла свои функции так же как внутри России не понимая что тем самым оно крушит целостность империи не считаясь с местными традициями местной историей местными настроениями и отсюда прорвала связь католической церкви с Ватиканом у них один центр католик Рим Ватикан и осознанная коллегия римско-католическая коллегия Петербурга подчинение вот этой римско-католической коллегии но это был уж такой удар повторяю мы другое поколение я еще застал это старое поколение русское поколение где вера это было определяюще это было чем-то неотделено от понимания принадлежности к стране и власть сама обрубала эту связь царская власть отсюда вспомним почему такое массовое участие во времена 905-907 революции всех как тогда со снать меньшинств человек поля почему рухнула русская государственность сперва февральская революция потом октябрьская революция а потом то что произошло на наши глаза по границам республики неуважение к национальной специфике национальной истории особенно отсутствие уважения вот отношение к соседу к соседу к квартире вот о чем я вам говорил это бьет это бьет по истории било и бьет до сих пор по истории потому что нужно строить отношения учитывая учитывая другого учитывая специфику налаживая диалог а не диктуя и вот те кто там по телевидению я не могу смотреть эти передачи потому что здесь сполочной пор у нас забыли что такое диалог диалог это же обмен мнений когда каждая из сторон стремится пояснить свои позиции у нас этого нет в этих оре телевизионном оре насадить свои позиции и отсюда не учитывая истории даже недавней истории советской истории сами изнутри уничтожаем нынешнее государство так же как сами изнутри не можем наладить отношения с соседями важно что на человеческом уровне понимают других зная в какой-то степени их истории понимают что это же естественно что они хотят чтобы было так как они хотят у них и в государстве стараться понять их историю и понимать что это не наша история это их история так будем же понимать друг друга относительно русофобии польской русофобии я только пару примеров чтобы было понятно помните в советские времена часто бывало в Москве а потом в других городах был магазин дружба где продавались книги стран народных демократов это тогда называлось и поэтому было так чтобы хорошие польские книги на польском языке естественно можно было купить здесь в Москве а поляки покупали хорошие русские книги у себя в Польше в советских магазинах русской книги я помню я был в командировке и вдруг господи боже мой в русском магазине двухтомный булгака попробуйте купить булгака в те времена у нас я прямо напротив в скверике сижу нетерпения и листаю этого булгака и напротив идет поляк средних лет издали где купили думая что я поляк на польский ко мне обращается ну я показываю он там и он бегом туда далее когда уже возникла независимая Польша там в течение целого ряда лет опрос самый популярный писатель самый популярный иностранный писатель в стране это опроб русофобия опять как вы думаете кто самый популярный тот же булгар среди поляк русский писатель популярнейший Высоцкий есть музей Высоцкого у нас то он был позже создан кстати далее популярнейший Булата Куджава я до сих пор помню это еще до конца Советского Союза я смотрю документальный фильм выступления Булата Куджавы во Врославе опять-таки аквафора там громадный спортивный зал сохранившийся еще со времен германской германской империи перепол маленький старенький через год он скончался Акуджава и его так было обним буквально на эстраду проводят очень мунарский популярнейший польский парк моего поколения и Акуджава поет песни жал слушает с качественной сменой и вот в одном месте уже не помню какая это была песня не помню давно это было он забыл он забыл слова и зал начинает петь по-русски польский зал по-русски эту его песню подсказывая ему вот это чтобы вам понятно было так называемая русофобия то есть считаю что нужно понимать друг друга и уважать друг друга а не я прав а все остальные вне понимаете тогда мы поймем и подлинное отношение поляков к нам тогда должно быть соответствующее отношение и понимание нас к ним что там нет русофобии в определенное среди определенных масс есть да несомненно исходя из истории из польской истории есть но повторяю что это отнюдь среди отношений отрицательных отношений к иностранцам мы отнюдь не на первом месте среди отрицательных отношений подчеркиваю далее как правило среди этих недолюбливающих русских это люди он сталкивался с ними сталкивался общался с интеллектом вот как младенцы вот их кормят кашку манную кашку и они вот неосомненно просто эту кашку и поглощают вот так отсутствие я отсутствие индивидуального мышления отсутствие понимания собственной истории собственной польской истории вот среди таких да могут быть но не среди мыслящих людей и когда я говорю мыслящие люди я отнюдь не имею ввиду интеллигенцию отнюдь так как в достаточной степени общался с так называемыми простыми людьми а про повод этого простого человека и на этом я кончил простого человека и этого хонора чести я помню как часто мне мои колесники польские студенты мне говорили слушай если бы не насил а там русский язык насильно должны были учить насильно в школах и насильно во всех высших учебных заведениях в том числе и технических если бы насил мы получили мои коллеги уже позже мои коллеги польские русисты преподающие русский язык русскую литературу в польских высших учебных заведениях слушай нам же неинтересно было работать до возникновения нынешней независимой Польши ну потому что на русское отделение шли те которые не прошли конкурс на другие отделения ну куда им деваться а на русское отделение никогда не было конкурса а вот теперь они сами выбирают они добровольно идут уже на русское отделение нам интересно работать с этими русскими с этими полятами которые решили посвятить себе изучению русского языка и русской литературы это интеллигентская среда но вот в те же времена еще студенческие я был приглашен одним из своих однокашников в польскую деревню я впервые попал в польскую деревню ну и когда эти польские ребятишки первый русский которого мы увидели или к тому же русский кто же умеет говорить по-польски который так что-то один из них а я Станислав Станислав по-польски а меня в честь польского святого знаете кто это был польский святой ну естественно я уже по времени неплохо знал польской истории им сказал кто это был когда был польский святой тут так всеобщее уважение они уже разговаривают со мной без внутренних перегородок я слышу то же самое от них что от интеллигентов в Варшаве если бы нас не заставляли если бы нас не заставляли как Щенков вот тыкали в этот русский язык мы бы изучаем вот это понятие чести нас заставляют а мы не поддаемся на этом вот сопоставляя вот то что я им сказал конкретные исторические данные отсюда слабо побежденные стоило ли проигрывать да видимо все что-то стоило почему это поражение сконсолидировало поляк как сконсолидировало власть запретила само понятие Польши было исключено Польши не было был привисленский край поляки изучали можете себе представить свой родной язык школы на русском языке здесь они читают упражнения на польском языке а разбирать его на русском следят за тем чтобы во время перемен поляки в школах не разговаривали в польском на родном языке вплоть до уборных уборных следили чтобы тоже не дай боже ты заговоришь на родном языке вот вам просто примеры что пережил этот народ кстати на русский язык переведены замечательные книги польских авторов вот об этом о чем я говорил проблема что даже язык они должны были изучать родной язык на русском языке запрет распространения книг кстати не могли получать ученики не могли получать читать книги на польском языке пока ты учишься читай только по-русски переведен 4-томник замечательного польского писателя Стефана Жеромского замечательный польский писатель не идеальные переводы правда но но чтобы понять поляков стоит читать Жеромского в частности его роман Сизифов труд потому что Сизифов труд роман в определенной степени автобиографический вот тогда был с одной стороны Сизифов труд русских властей переделать поляков чтобы они перестали быть поляками И с другой стороны, в связи с трудом поляков, бесполезный труд русских властей, несмотря ни на все, они оставались поляками и возникали тогда подпольные польские читальные, польские книги, возник целый так называемый летающий университет, то есть место на место перемещались, где шло преподавание уже на более высоком уровне польской культуры, польской литературы, истории. Летающий университет, который, кстати, повторился потом, уже в поздний период социалистической Польши, когда готовилась эта солидарность и готовилась подготовка к созданию своего независимого самостоятельного государства. Так же, как и подпольные государства, этот феномен, я бы говорил, впервые создали подпольные государства во время восстания, этот феномен, подпольные государства, польское подпольное государство во время фашистской оккупации. Сколько оно сделало? Нет времени, чтобы об этом постановить. Это было государство, которое контролировало жизнь в оккупированной стране. Вот вам в какой-то степени, я постарался, исходя из своего, скажем, следовательского опыта и личных контактов, личных наблюдений, приблизить поляков и чтобы постарались их понять. А не относиться как к соседу, что сосед должен жить так, как я сосед по квартире. Иначе он. Странный тип. Не знаю, готов ответить на ваши вопросы. Прошу. Да. Нужно? А, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Все-таки вот можно ли сказать, что царскому правительству удалось как-то стабилизировать ситуацию после восстания польских фракций в Государственной Думе, Государственной Думе в Российской империи? Они все-таки были достаточно лояльными. Скажем так, в 1914 году, когда началась Первая война, ведь по лекции с энтузиазмом, это сельская идея Николая Второго, что война будет вести за восстановление польского государства. Вот можно ли так сказать, что царь лояльный или нет? Несомненно. Я уже сказал, какую роль сыграла русская революция 1905-1907 годов, когда власть, царская власть, вынуждена была в этот манифест 17 октября дать свободу всем жителям Российской империи. А поляки, где все было стерто, они как жители Российской империи не получили в том числе и свои национальные права. Отсюда изменяется отношение к центральной власти. Значит, можно на уровне правительства, можно сосуществовать. И в связи с этим, ну еще, чтобы было понятно, я все время беру вот этот житейский аспект. Колоссальное значение, вопреки политике властей, еще тогда, имело непосредственные контакты поляков с русскими. В частности, с русской армией, русскими людьми и русским характером. Я еще помню это от деда, потом я прочел польско-исследовательскую литературу. Дед рассказывал, что в мои времена, значит, о революции в Польше, направляли подлецов на службу. Тех, которые, люди с низким интеллектом, которые не смогли бы сделать карьеру в России, в русских заведениях. А там они могли, потому что не хотели нормальные люди, ну не хотели ехать в чужую для них страну, в чужое для них окружение. Сами русские чиновники компрометировали Россию. Их уровень, их скотство, вопрос, уважающий вопрос, их скотство, мы хозяев, мы хозяев этой страны. И другое. Отношение людей, польских людей, в том смысле этого слова, с русским. Вот это русский характер. Сперва я знал это от своего приятеля. Потом я это прочел уже в польской научной литературе. Первая мировая война, русские войска под давлением немцев покидают пределы так называемого царства польского, при Весельского края. Местные, мы приятели точно даю адрес, вчера старый, польский исторический городок, небольшой, теперь уже небольшой городок. Это мне рассказывал со слов родителей, со слезами, жителей со слезами провожали русских. А к нам придут теперь немцы, а мы с вами, русские, русские солдаты. Простой русский народ, с которым они встречались ежедневно, с которыми они там торговали, маленький дешевь делали. Русский характер, русский человек. Вот вам конкретный пример. Разница государственной системы и русской народы. Колоссальное значение имели контакты, прямые контакты с русскими. А тут, да, с одной стороны, было то, о чем вы говорили, но одновременно ожила старая идея, которая впервые была высказана центром, не было время об этом говорить, центром польской политической миграции. Это была массовая миграция после восстания 30-го года. И тот же Мицкевич, Словацкий, Красинский, Шопенев. Они все творили на миграции. Это была польская миграция. Как большие русские поэты, изобретатели, только первый изобрел телевизор. Мы это знаем теперь, русские. А Сикорские самолеты, фирма Сикорская в Америке. В Америке, сколько талантов, а Чехов театр. То есть, масса талантов, конечно, людей вынуждена была покинуть родную страну. Я уже не говорю о писателях, русских писателях, эмигрантах. И вот так же у них вот этот центр, отель «Ламберт», который стоял в Ангойске. Хватит прорывать кровь, особенно тут. Они все время были за восстания, за освобождение. То есть, только европейская война нас освободила. Война против России, война союзников России с противниками России. И поэтому, когда вспыхнула Первая мировая война, тогда наряду, вот с тем, что вы сказали, да, мы сражаемся с русским, но программа у нас создания своей, в данной ситуации, независимых, больше. И в рамках один из разделов принадлежал Австрии. Таким, именно на землях Австрии, где нет времени, говорится об этом, наиболее либеральная политика была в отношении поляков. В отличие от Пруссии и России, там Пелсуцкий создает легионы. Польские легионы, которые в растороженном руках способствовали созданию своего независимого государства. После того, как рухнула Россия, рухнула Австро-Бенгерская и Немецкая империи, и начались вот эти все переговоры о создании независимых государственных развальных империй. Поляки уже были готовы, чтобы перехватить власть, была своя армия, польские легионы. Вот это все создавалось во времена уже войны. Война действительно способствовала окончательному возникновению независимой пушки. И еще о прополке русофобии. Вот я вспомнил эту песенку. Ясноармейцев, Будземного, да, помню, польские паны, помню, польские паны, какие паны, весь народ защищал, защищал. Но среди так называемых панов польских были два объединения русских, которые воевали вместе с поляками против большевиков. И более того, отличали, это вошло в польский язык, а прополка русофобия. Они не называли наступающей Красной Армией Тухачевским. В частности, на центр Варшавы шел Тухачевский, вы помните, на Львов, Будземный и его политик товарища. Они не называли политик. политик. Они называли их советами. Это советы. Возникло новое понятие польское. Не русский, единственное число, а совет. Множное число советы, по-польски совети, которые означали не советы, власть, а совети, люди, то есть советские люди, советская армия, совети. Или, знаю, кто-нибудь из вас смотрел фильм, все-таки показывали, Катынь, Вайды. был ограниченный, но был показ. Вы обратили внимание, вот там это продолжается, они называют русским. Русским. Понимаете, в самом начале бегут? С одной стороны наступает Красная Армия, с другой стороны немцы. И там впервые под это не говорят русские. Советские. Там советы, а там немцы. Вот авиа такие. А про плов в отношении к русским. Вы хотите что-то спросить? Пожалуйста. Вы в тени заявили восстание 1863-1865. Это ошибка. 64-го. Последнее восстание, это солнце, его отряд. 64-й год, осень. Осень 64-го года. Спасибо за уточнение. И второй момент. Вы специально не занимались такой темой. Вот отцы великих поляков, таких как Джозеф Конрад и Водыревский композит, даже министр, который подписывал окончание Первой мировой войны, они были участниками восстания, были сосланы. Это они оба родились на территории Украины. Тогда еще не существовало Украины. Я понимаю. Так же, как не существовало Польша. Это раздел. После раздела Польши. Вот вопрос восстания это было целесообразным, нет. Вот несколько примеров того, что родились такие великие люди, которые оставили место в польской истории. Я извините, я не понял вашим вопросом, какая связь между тем, что родились эти великие люди, а целесообразности. Они были дети как раз тех, кто участвовал в восстании. Да. и в младенчестве тот и другое лишились родителей. Нет, не лишился. Йозеф Коженевский не лишился. Йозеф Коженевский. Нет, он умер потом, он умер, но уже после. В 11 лет бакбан. Да, но он не был кубит. Да. И какие-то еще примеры, но это отразилось в их творчестве, в их деятельности дальнейшей. Вот этой темой вы специально не занимались, не изучали. Это тоже некая последовательность. Уважаемые гости библиотеки, наша библиотека закрывается через 15 минут. Вы затронули очень важный вопрос. Особая роль женщин после разгрома восстания, после того, как десятки тысяч были либо убиты, либо сосланы в Сибирь. Женщины воспитывали детей. Домашнее воспитание. И женщины надели травы на одежду. Женщины ходили в черное платье. Травы не только по семье. Не обязательно травы по воссташим. Также колоссальное значение в домашнее воспитание вопреки тому существовала. Вот такая школа, как я вам говорил. Вот такие обязанности. И плюс колоссальное значение в роли русских. Я сказал вам о русских в Польше. русская армия конкретное свидетельство. Но масса поляков выезжала и делала карьеру на русских землях. В России я очень много слыхал от своей бабушки и дедушки, от их сверстников. Масса поляков, у которых не было проблем в контакт. Они знали русских, с которыми вместе работали, и говоря о которых в их окружении они делали карьеру, зарабатывали в России. Так что повторяю, проблема, которую я только напомнил, контактов с русскими. А это не могло отразиться, как вы сказали, враждебно или наоборот, потому что было то, о чем я только что говорил, и в случае Коженевского, который вошел в историю, как Джозеф Конрад, и в случае Пендерецкий, всех других. И всех других. Я контактировал с поляки, я помню, когда приехал, и это был период с злойом польской оттеки. И ко мне могло быть с этим студентом отношения. Не потому, что я русский из России, что я советский. И только когда они узнавали, что я нормальный мыслящий человек, который хочу благодаря им и контактов с ними, польским книгам, и что мне посоветуют прочитать. Понять Польшу, узнать что-то о Польше, издавать экзамены по истории Польши, польских. Вот тут я перестал быть чужим. Более того, смеялись часто, потому что я работал больше, чем они, я не знал, что такое лень, потому что меня все это интересовало. И часто было так, что они спрашивали, расскажи содержание такой-то книги. Почему? Потому что от нас требовали знать текст. И смеялись, вот русские рассказывают поляк, содержание книги. То есть, опять-таки, русофобия. Советафобия, может быть, но не русская. И более того, если говорить об этом, вспомните, а кто изменил Польшу? Солидарность, это 12 миллионов, это же началось в рабочей среде, в верфи имени Ленина, на Гданьском побережье. А кто ввел Польшу в НАТО и в Европейский Союз? Какой президент? Восневский. Восневский. Бывший коммунист, то есть, среди коммунистов существовало вот это чувство оскорбленной национальной гордости. И они это понимали, в чем суть и каковы перспективы создания нормального польского государства для поляков. Кто еще что-нибудь может сказать? Короткий вопрос, пожалуйста. Нет, времени нет на мои несколько короткие вопросов, я их не буду задавать. Я просто благодарю вас за то, что вы, за вашу мысль, что вы нам напомнили просто неизбежность, необходимость устроения личной, общественной жизни, государственной жизни на христианских началах. И смею подарить вам христианские газеты. Благодарю вас. Буду признателен. Здесь вот это самое об истории России как раз, это вы увидите. Ну и о том, что мученики за веру были и в православии, и у католиков, и везде. Большое спасибо. Очень признателен. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ